Лука 22. И приближался праздник Апресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как убить его, потому что боялись народа. И вошел сатана в Яауду, которого назвали человеком Искериота, который числился среди двенадцати. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как ему передать его им. И они обрадовались и согласились дать ему серебро. И он обещал и искал случая, чтобы предать его им подальше от толпы. И приближалось время Апресноков, когда надо было закладь Пасху. И он послал Кефу и Яхуканона, сказав, «Идите и приготовьте нам Пасху». И сказали ему, «Где ты хочешь, чтобы мы приготовили?» И сказал им, «Смотрите, когда вы войдете в город, встретит вас человек, несущий кувшин с водой. Следуйте за ним в дом, в который он входит». И скажи Адуни, живущему в доме, «Учитель говорит тебе, где комната для гостей, где я мог бы есть Пасху с моим Талмидем?» И он покажет вам большую меблированную горницу. «Приготовь это там». И, пойдя, нашли, как он сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он сел, и с ним двенадцатые посланников, и сказал им, «С большим желанием я желал съесть с вами эту Пасху прежде моих страданий, ибо, говорю вам, не буду больше есть от него, пока оно не наполнится в царствование Аллахима». И, взяв чашу и возблагодарив, он сказал, «Возьмите ее и разделите между собой, ибо, говорю вам, не буду пить от плода виноградной, доколе не наступит царствование Яговы». И, взяв хлеб и возблагодарив, преломил его и дал им, говоря, «Это тело мое, за вас отданное, сие делайте в воспоминание обо мне». Так же и с чашей после вечера, говоря, «Эта чаша есть обновленный завет в моей крови, пролитый за вас. Но вот рука предавшего меня со мною на столе, ибо сын Адама идет, как предначертано, но горе тому человеку, которым он предается». И стали они между собой спрашивать, кто из них мог бы это сделать. И произошел между ними спор, кто из них кажется большим. И сказал им, «Цари Гуимов господствуют над ними, и те, кто контролирует их, называются делателями добра. Но не так с вами, а больше из вас пусть будет как младший и лидер как тот, кто служит. Ибо кто больше, тот, кто сидит за столом, или тот, кто служит? Не тот ли, кто сидит за столом? Но я среди вас, как тот, кто служит. Но вы, те, кто остался со мной в моих испытаниях. И я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царствовать, чтобы есть, и пить за столом моим в царствование мое, и сидеть на престолах, судя двенадцать колен и шарала». И Адуни сказал, «Шимон, Шимон, видишь ли, шатан попросил тебя просеять, как пшеницу. Но я молился за вас, чтобы ваша вера не подвела. И когда вы обратитесь, укрепите своих братьев». И он сказал ему, «Адуни, я готов пойти с тобой и в тюрьму, и насмерть». И он сказал, «Говорю тебе, Кефа, петух сегодня не пропоет, пока ты трижды не отречешься от того, что знаешь меня». И сказал им, «Когда я посылал вас без кошелька, сумки и сандалий, было ли у вас недостатка в чем-нибудь?» И они сказали, «Ничего вообще». И сказал им, «А теперь пусть возьмет тот, у кого есть кошелек, так же и мешок. И пусть тот, у кого нет меча, продаст одежду свою и купит меч. Ибо говорю вам, что написанное еще не совершилось во мне, и к беззаконникам причтен он, ибо и то, что относится ко мне, имеет и конец». И они сказали, «Адуни, посмотри, здесь два меча». Но он сказал им, «Довольно». И выйдя, он пошел на Елеонскую гору, по обычаю, и его талмедим тоже последовали за ним. И придя на то место, он сказал им, «Молитесь, чтобы вам не вступить в испытание». И он удалился от них на расстоянии броска камня и, упав на колени, молился, говоря, «Отче, если будет угодно тебе, удай от меня эту чашу, но не мое желание, а твое, да будет исполнено». И явился ему посланник с небес, укрепляя его. И, находясь в агонии, он молился прилежнее, и стал под его, как большие капли крови, падающие на землю. И, встав после молитвы и придя к своим талмедим, он нашел их спящими от изнеможения. И сказал им, «Почему вы спите? Встань и молись, чтобы не вступить тебе в испытание». И пока он еще говорил, «Видите, множество». И тот, кого звали Иуда, один из двенадцатых, шел впереди них и подошел к Яхуше, чтобы поцеловать его. И сказал ему Яхуша, «Иегова, целованием ли ты предаешь сына Адама?» И окружавшие его, видя, что должно произойти, сказали ему, «Адуни, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. Но Яхуша в ответ сказал, «Допусти это до сих пор». И, коснувшись уха его, он исцелил его. И сказал Яхуша тем, кто выступил против него, первосвященникам и начальникам места Кодыш и старейшинам, «Вы вышли, как на разбойника с мечами и кольями. Пока я был с тобой каждый день, вместе, Кодыш, ты не возлагал на меня руки, но настал твой час и власти тьмы». И, схватив его, повели его и привели в дом первосвященника. А Кефа следовал за ним на расстоянии. И когда они зажгли огонь посреди двора и сели вместе, Кефа сел среди них. И одна служанка, увидев его, сидящего у огня, внимательно взглянула на него и сказала, «А этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав, «Аша, я не знаю его». И через некоторое время другой увидел его и сказал, «Ты тоже один из них». Но Кефа сказал, «Чувак, это не так». А примерно через час другой настаивал, говоря, «Правда, и этот был с ним, ибо он тоже галилеянин». Но Кефа сказал там, «Человек, я не знаю, о чем ты говоришь». И тотчас же, пока он еще говорил, пропел петух. И Адуни повернулся и посмотрел на Кефу. И Кефа вспомнил слова Адуни, как он сказал ему, «Прежде чем пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». А Кефа вышел и горько заплакал. И люди, которые держали Яхушу, издевались над ним, избивали его. И завязав ему глаза, стегали его по лицу и просили его, говоря, «Пророчествуй, кто поразил тебя?» И еще многое другое говорили ему, богохульствуя. И когда настал Йом, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и привели его на свой совет, говоря, «Если ты Машиак, скажи это нам». И сказал он им, «Если я скажу вам это, вы совсем не поверите. И если бы я спросил тебя, ты вообще не ответил бы мне. Отныне сын Адама будет сидеть по правую руку силы Яхуа». И все сказали, «Так ты ли сын Аллахима?» И он сказал им, «Вы говорите, что я есть». И они сказали, «Зачем нам нужны еще свидетели? Ибо мы сами слышали это из его уст. Имя – Яхуах».